здравствуйте на садовую здравствуйте садового да так у вас нам так наличные 900 рублей ровно мне когда поездки больше 500 рублей за наличный молодой человек я прошу денежку вперед ну чтобы избежать там всяких нюансов как а я не понял а ты когда я у меня поездка за наличные больше 500 рублей я прошу деньги вперед чтобы избежать всяких нюансов там что значит деньги нет ну смотрите я ну подождите вы нормально воспримите только просто может только может получиться так и такое было это не просто я там от себя какой-то что-то в голове там придумал себе может денег не оказаться просто наличных понимаете потом на карточке не окажется потом друзей не окажется просто ну если есть если у вас есть деньги можете заплатить меня вперед так скажем ради бога я услышал держите сейчас секунду друзья мои всем привет мы все когда-то искали машину чтобы пополнить автопарк или под себя любимого чтобы быстро и эффективно искать машины я пользуюсь приложением haraba его посоветовал один знакомый подборщик они знают толк в поиске авто с помощью haraba ты можешь искать оценивать проверять автомобили в одном единственном месте со всех сайтов удобно не надо мониторить разные доски объявлений согласись в haraba много крутых и полезных функций автомобили появляются сразу после публикации на авито автору дроме и даже юле а специальный фильтр специальный фильтр помогает находить объявления от собственника исключая из выдачи объявления от кого правильно перекупов также haraba отображает объявления сайта самых крупных дилеров страны которые не размещают свои автомобили на популярных площадках это увеличивает шансы твои шансы найти живой по-настоящему живой автомобиль в haraba ты можешь проверить вариант который тебя заинтересовал отчетом от автотеки поговаривают что он дешевле чем на самой автотеке скачивай приложение по ссылке в описании там есть промо-код который даст тебе два дня бесплатного доступа ищи оценивай и выкупай автомобили вместе с харамой пока-пока вы что делаете что вы делаете зачем а почему в машине молодой человек я вам задаю вопрос что вы делаете что вы делаете поезжайте пожалуйста не не поезжайте пожалуйста не подойдет а что вы делаете это реально ну а зачем вы налили воды из кресла все испачкали мне водой в коврик налили а зачем ну что случилось то у вас все хорошо случилось то что у вас что у меня все хорошо а у вас все хорошо а почему мы остановились простите пожалуйста остановились потому что вы вы налили мне здесь пол ковра воды зачем я заплатил деньги вперед главное еще отсели назад чтобы я такой не сидит в луже деньги вперед да нет деньги едем я я задаю вопрос зачем вы намусорили у меня в машине какой ничего нормально это нам для вас то может быть и нормально ну зачем вы это сделали еще раз вам задаю вопрос а что такого вы вы чё прикалываетесь что ли зачем вы думаете тупого сейчас что у нас резиновый коврик он нормальный резина чем зачем вы это сделали ну руки зачем или что у вас за необходимость была руки помыть поехать дальше почему я вам должен сейчас что-то объяснять а потому что вы у меня в машине нагадили я ленте блин у меня возмущение нормально делаю всегда так делается делаю вы чё угараете что ли вашу формально вы считаете то нормально сейчас заставлю вас убирать это все просто у меня время у меня тоже время я спрашиваю зачем вы это сделали мы никуда не поедем что за я понимаю если вы пробили случайно выберем сидели руки мыли зачем вы руки то мыли мне пришлось взять грязными руками бумажные деньги ну и что всегда считаю должным после каких-либо контактов с окружающим грязным миром после этого вымыть руки поэтому у меня всегда с собой бутылка воды при хорошо хрен с ним у вас там какая-то какой-то загон по частоте я могу это еще хоть как-то понять почему в машине то ну попросили бы я бы восстановил вы помыли бы руки там на улице я не знаю салфетку бы вам дал в конце концов у меня вот целая пачка со блин и она целая пачка салфеток на эти случаи берите уберите написано антибактериальные нет 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 вас салфетки вы их трогали уже руками и вообще вы сели за мной меня первых неудобно с вами разговаривать во вторых я не люблю когда за мной садятся вообще странный пассажир то воды налили сейчас может быть нет в башку блин сзади пересять его на ту сторону хотя блин там вода я туда не сяду я туда не сяду там лужа вы не видите там лужа да я залита почему мне везет именно таких пассажиров у меня вопрос вот я не понимаю у меня тут какое-то свечение специально что ли будет расположен я серьезно говорю вы реально максимально странный пассажир водитель максимально страшный товарищ водитель страшный господи ставьте видимо еще и страшный странный водитель что товарищ водитель но я товарищ водитель и что дальше делать то что будем у меня вот это не устраивает то что вы сделали понимаете вообще не узнать и там запах какой-то странный может вы написали еще там на может это маневр был пока вы руки мы вы еще там стекнули может быть разок хрен вас знает вас видимо все уже ожидать можно так вы мне скажите я вас буду в зеркало смотреть ладно что мне так тяжело голову поворачивать вы можете сказать мне зачем в итоге вы почему вы не попросите кому кому и спрашиваю почему почему взрослому мужчине задаю вопрос почему они попросились на улицу вот я блин не понимаю вы можете мне внятно без если вы не сможете мне внятно объяснить я вас не повезу реально я от отвечаю я вас верните за деньги я не хочу у меня деньги а кто убирать не здесь будет а что убирать это вода покупная чистая пить питьевая вода она это покупная питьевая вода которая с ваших рук туда упала на руках у вас может быть я не знаю в какой жопе вы ими ковырялись я вот серьезно скажу у меня идет за у меня идет запись в салоне я яндексу если будут ко мне вопросы почему я не выполнил поездку деньги взял а вы сейчас там пожалуетесь за сто процентов я ему объясню почему я это сделал ставлю просто потому что самую минимальную оценку отлично что специально для таких как вы там есть оценка минус 5 вот специально таких как вы минус 5 минус 5 у меня еще заберут 5 девяточек вашим отлично супер я вас не повезу вы свободны деньги уйдут на уборку салона вот что хотите пишите мне не меняем да сейчас конечно не верну вы свободны выходить из машины следующий раз будете думать что делать значит что значит не вижу что 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 да вот то и значит не верну выходить из машины верните меня и нет я не верну сейчас я поеду на мойку чистку и мне будут убирать ваш салон со странным запахом после вас я не знаю что там может быть не вода была хрен знает чем в руки мы этим уже в это пробуем повредной терапии занимаете слышишь ты слышишь ты я сейчас знаешь что сделаю то что тебе явно не понравится я буду в десять раз активнее просить тебя выйти из машины если уж мы перешли на ты да я всего лишь хочу получить обратно свои грёбаные деньги а я хочу чтобы расческу взял резиночку причесался и сделал себе хвостик понимаешь но это уже не произойдет правильно видимо у тебя свои тараканы в голове у меня свои денег вы не увидите вы свободны и чем дольше мы здесь сидим тем больше у вас шансов покинуть этот автомобиль силовым методом вот 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 выходите из машины выходите вам еще в яндекс писать жалобу выходите не тратьте мое время я попрошу яндекса чтобы они больше что делать и за выходите давайте выходите мужчины и вы или женщина не знаю выходите прошу вас выходите я попрошу попрошу я с собой забираю я попрошу яндекс чтобы они деньги за поездку хорошо вернули яндексу привет патлаты ненавижу таких какой-то просто трешняк взял налил воды мне 5 по-другому не сказать налил не воды туда смотрите то нормально к нити сейчас уже высохал вот тут еще мокро тут налил мне воды хер знает может не вода воняет она не как вода хер его знает можно какой-нибудь этот самый колдун и и чё-то здесь мне намутил из какого-то мышиного сука жабьего раствора и у чем не теперь делать на мойку ехать или в церковь сначала сука вот тут вот вы все спрашиваете откуда ты таких находишь не поверите вот я я клянусь вам ситуация сегодняшнего дня я с утра был на тренировке прихожу в зал нет не прихожу в зал я 1 1 в зале парковка из нижняя я поднялся еще двери закрыты никого не пускают 9 утра я надо кровать я первый захожу получаю свой этот самый ключи от шкафчика поднимаюсь а единстве в раздевалке на 1000 шкафчиков просто все пустое никого нет я единственный я в уголок подхожу открываю шкафчик начинаю раздеваться вот я клянусь вам рядом со мной какой-то дед кидает сумку чуть ли не на мои телефоны которые у меня лежат на скамейке кидает сумку начинает истошно переодеваться полуметри от него просто жопа к жопе еще какой-то кидает свои вещи начинает переодеваться я смотрю у меня просто у меня я не понимаю как это все на свободно вся пища шкафчиков ни одного там не занято они все ко мне вот у меня вопрос от меня чего-то как-то пахнет по-особенному почему вопрос вот так же видимые в тачку я не знаю как это какая-то мека для ущербных убогих просто трешняк какой-то этот пассажир я даже при всем желании смогу сказать как он выглядит потому что у него вместо лица волосы у меня такая тетка один раз было шерстяное лицо у нее вот так вот волосы в лес с лицом также этот пассажир еще у него какая как эта херня называется когда не за мизофоб по моему да как дорогие ну чисто плю и такие которые всю там череда трос руки моет по 30 раз ты в день но этот не похож на мизофоб он похож на его просто и вы мне можете писать что угодно но бабки я вот не блин не вернул я к мне кажется это справедливо потому что он поступил как он конкретный я понимаю что сейчас у яндекса пердак подгорит блин он меня час начнет там это разматывать ну нихера начнет разматывать начнет разматывать вообще конечно по-хорошему надо было вопрос решать не с этим с яндексом напрямую да возможно я и погорячился ладно время покажет как говорится будем бодаться но потому что это какие ворота не лезет уже ну давай ты нас и там на blue скажи бы а у меня у меня как это называется синдром раздраженного кишечника я не успеваю попроситься на улицу я сру где сижу пиши в комментариях тогда могу нас у вас в машине без предупреждения все всем будет понятно кто любитель таких мероприятий удовольствием победить тебя заберет а кто как я тут скажет идите вы гастроэнтерологу видимо воняет то в натуре тоже сука ну точно чем-то мыл темно не водой да терпи старушка терпи всего 100000 проехала тебе еще на 100000 как этот в особенностях национальной рыбалки до слава слава богу в россии дураков на 100 лет вперед припасено это прям ресурс который никогда не скуднеет нефть закончится газ закончится все закончится а дураки еще останутся и видимо их будет дах ладно 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 ну а что в итоге то в итоге в итоге надо мне отдохнуть на самом деле и заняться я не устаю говорить друзья мои я же канал телеграм открыл по бизнесу чтобы поменьше вот с такими дебилами общаться и побольше общаться с такими как вы которые хотят заработать бабла я открою вам несколько секретиков но для этого надо перейти в телеграм-канал по ссылке в описании подписаться каждый день крутые посты и я на них кстати на вопросы на все отвечаю личные там реально можно понять как поменять вообще в сферу деятельности или в своей сфере деятельности начать зарабатывать в разы не побоюсь этого слова больше чем сейчас поэтому делюсь с вами переходите телеграм обязательно потому что мне надо отдыхать от таких вот и наслаждаться вами короче подписывайтесь на теле на телегу и пишите как вам этот вы поняли пишите пишите подписывайтесь на канал